Здравствуйте подписчики моего канала и не только, просто люди которые увлекаются огородничеством. В этом видео обзоре я расскажу о новой системе полива Родник 1, о том как я завел воду и как подал воду в теплицу и почему я отказался от системы капельного полива с помощью капельниц. Система Аквадуси у меня до этого была. Итак, давайте по порядку. Что было? В прошлом видео обзоре я показывал Аквадуси, вот эта бочка, которая осталась у меня. Она мне не понравилась, по той причине, потому что вот эта капельница каждая подается под корень растения. А теплицы я планировал выращивать, ну что мне нужно, 10 огурцов, а дальше я хотел перцы попробую, сколько тут, десяток, да. Остальное я хотел засадить зеленью, ну и между рядами огурцов посадить зеленушечку какую-то и так далее. Система Аквадуси не позволяла использовать, не позволяла осуществлять оптимальный полив моей грядки, потому что дистанция у меня шла от 60 капельниц в комплекте, но 60 точек, соответственно, это очень мало для того, чтобы полить равномерно грядки. Итак, что я сделал? Да, и второй минус системы Аквадуси, она имела контроллер управления, блок он у меня вот здесь вот висел на батарейках, что был плюс, почему я выбрал. Но минус в том, что она программировалась по времени, то есть полив раз в сутки, раз в трое суток, раз в пять суток и так далее, и так далее. Система не могла контролировать погодные условия, да, то есть допустим, если идет дождь, то поливать нужно реже и холодно. Если жара, почва осушается, соответственно, быстрее и нужно поливать чаще. Поэтому я от Аквадуси оказался, отказался. В то лето было холодное, поливать нужно было редко, меня не было на даче, я приезжаю на выходные, но она фигарила каждый день, потом еще и глючила. Короче, по бочке в день заливала мне в теплицу, в общем, у меня урожай не очень хороший получился. Поэтому, что я сделал в этом году? Итак, я рассказываю, здесь у меня в колодце насосная станция. Кстати, у кого в дачном участке страдают плохим напряжением, я сделал следующее. Открыл крышку и ослабил вот эту гайку основной пружины. По штату насосная станция должна накачивать 2,8 бар, но напряжение кофиговое, оно не может это сделать, только жужжит, 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 греется, шланги портятся от нагрева воды и так далее. Я убавил давление, отрегулировал. Теперь она у меня отключается в верхней точке 2,2 бара. Итак, вода пошла с насосной станции через кран в бочку. Емкость она у меня стоит, ну, чтобы прогревалась вода, теплая уже поступала непосредственно в теплицу. Кран пластиковый был нафиг выкинут в этом году, поставлен вот такой, остался у меня система отопления. Дальше идет фильтр, что советую ставить обязательно, там мусор остается. И поставил я быстросъемный соединитель, потому что если давление с бочки не будет хватать, я подключу это все к насосной станции и давление в системе буду регулировать открытием кранов. Ну, если бочка справится, то есть, либо ее можно поднять, чем выше, тем больше давление, либо если она не справится, я подключу к насосной станции, я еще не знаю. Но не в этом суть. Дальше вода у меня заходит в теплицу, и я поставил вот такой блок, называется автополив ОГО-Родник-1. Есть бы модели 2 и 3, отличаются они от способов питания. Этот рассчитан на питание, тут электромагнитный клапан, управляется он 9 вольтами. Вот блок. Еще не смотрите на качество монтажа, потому что только сделал, вот минут 10 назад закончил, и сейчас просто видео вам рассказываю. Фитинги и капельную ленту, все аксессуары для полива я купил на сайте agrarus.org. Ссылочка будет тоже в описании. Спасибо ребятам, мне отказали, приехали, проконсультировал. Давайте по порядку. Система. Электромагнитный клапан. Его задача открывать систему, либо закрывать. То есть вода, что либо текет, либо не текет. И вот обратите внимание, два красных провода, вот два щупа. Щупы измеряют влажность почвы. То есть чем ближе они друг к другу, тем быстрее они срабатывают. То есть вода проводит ток, да, чем выше влажность почвы, тем проводимость выше. Соответственно, когда влажность достигает нужной вам концентрации в почве, реле срабатывает, электромагнитный клапан срабатывает и он перекрывает кран. Вот сейчас у меня он час поливал и уже отключился. Я щупы воткнул в сухую почву, самое сухое место, потому что поливаться у меня будет капельной лентой. Что это дает? Очень важный момент. Если будет холодно и дожди идти, то есть на улице испарение будет идти меньше, поливать не надо будет часто. Соответственно, система не будет работать. Если будет жара, или это будет необходимо, когда почва достаточно осушится, между ними не будет контакта. И соответственно, электромагнитный клапан сработает на открытии и вода снова потекет. Далее у меня идет два крана и пошла капельная лента. Я первый раз пробую систему эту собрать, поставил с выходом воды через 10 сантиметров. По заявке производителя вода выходит 1,3 литра в час через одно отверстие. То есть на метр получается 13 литров в час. Вот 13 литров в час сюда выливается лейка, сюда, сюда и так далее, и так далее. И вот так у меня две ленты я расстелил, ничего сложного. Единственный момент, ее нельзя перегибать, иначе вода не потечет, поэтому нужно покупать уголки. Но это все копейки стоит. Я вот собираюсь еще поливать клубнику, кусты, малину и так далее с помощью этой системы. Набрал всего. Вышло у меня денег, это 4. Так, видео прервалось. Продолжаем. Вот, пошли дальше ленты. Не знаю, хватает ли давления или нет, надо щупами будет вот этого прибора. Я уже, так сказать, эмпирическим путем замерю влажность, необходимую мне в моей теплице. Либо здесь щупы поставлю, либо здесь самое сухое место найду, не знаю. Ну и на конце ставятся заглушки, они тоже продаются на сайте agrarus.org. Вот, собственно, и все. То есть, что я получил в итоге. Холодно, дождливо. Теплица достаточно полита, датчики не срабатывают, вода в системе не идет. Жара, надо поливать. Соответственно, влажность почвы уменьшается, реле размыкается, электромагнитный клапан открывается, вода пошла, огород поливается. Единственный минус, у меня мама сажала, вот видите, она оборостки вот так поперек сделала, зелень посадила. Ну, это уже не я делал, мне некогда было. Надо было, конечно, вдоль лучше сделать грядочки. Задача теперь проверить, хватит ли бочки, давления из бочки, либо ее нужно будет поднимать, либо я подключу уже к насосной станции напрямую. Почему я не боюсь подключать напрямую к насосной станции? Потому что пока вода дотекет, она уже прогреется. То есть холодная, я не думаю, что тут будет 6 градусов, как с колодца поступать, поэтому все будет в порядке в любом случае. Лента выглядит вот так вот. Вот такая вот она, пластиковая. Вот я рулон 100 метров купил, 1000 рублей. Так, теперь контроль температуры. Вот у Аквадуси хорошая штука, форточки открывать. Вот такой вот колено, не помню как называется, можете в интернете найти. Осталось с прошлого года. Поднимается температура в теплице, соответственно масло в радиаторе нагревается, она открывается. Вечером температура спадает, масло охлаждается, соответственно форточка падает назад. Но одной было недостаточно, и надо было купить вторую. Вторую купил фирмы Вент-Л. Такая мощная, она до 100 килограмм отворачивает. Почему-то не взял, переживал, что не откроет дверь. На самом деле зря переживал, моя дверь не тяжелая. Ну ладно, что сделано, то сделано. Что я делаю? Когда я уезжаю, я ставлю вот так и натягиваю пружину. Так же это все регулируется. Регулируется температура, грубо говоря, степень сжатия самого поршня. То есть мы ее прокручиваем туда-назад. И вот, грубо говоря, автоматическая система. Стало сухо, вода пошла. Стало жарко, дверька и форточка открылась, чтобы гулял ветерок. Потому что одной форточки все-таки недостаточно. Как вы знаете, чтобы сделать сквозняк, нужно две дыры. Вот, собственно, вот такая система. Сегодня на этом заканчиваются и огороднические дела. Следующий момент буду делать уже полив грядок клубники, кустов, малины и так далее по всему огороду. Вот такими вот капельными лентами. Посмотрим, что получится. И буду управлять поливом огорода на улице с помощью GSM-розетки. Стоит нам 3,500. Я еще давно покупал. Это реле. Туда звонишь, срабатывается реле, электричество пошло. Электричество будет подаваться на насосную станцию. Насосная станция, подавать воду в систему, подавать на грядки. Позвонил еще раз. Насосная станция выключится. Благодаря тому, что GSM-розетка поймает мой сигнал и также отключится. Все, спасибо, если вам было полезно. По бюджету у меня все ушло. Вот это тысяча. Вот эта штука тысяча. Вот это, по-моему, три. Вся система. Взял с запасом себе еще четыре тысячи. Бочка. Короче, денег тут нормально набегает. Все, спасибо. Если я был вам полезен, поставьте лайк. Ну и ждем урожай. Посмотрим, что получится. Конец связи.